Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про стерильность и вообще чистоту и гигиену в виноделии. Очень часто вы задаете мне вопрос, надо ли стерилизовать посуду, какие-то другие вещи. В общем, обо всем об этом мы сегодня с вами и поговорим, и я вам расскажу, что и как делаю я. При этом сразу хочу сказать, что по образованию я биолог, и заканчивала я кафедру микробиологии, поэтому со всеми этими стерильными вещами и прочим я очень хорошо знакома. И начнем мы с вами не конкретно с бутыли емкости, а начнем вообще с самого начала процесса виноделия. Что мы с вами делаем? Мы берем ягоду, собираем абсолютно нестерильную. На эту ягоду садились мушки, на эту ягоду какали птички. И действительно так, мы берем эту ягоду, дамим и отправляем бродить. То есть там уже никакой стерильности не было и нет. И тут же касаясь вопроса давления ногами, очень много было комментариев, как же так, надо было бахило одеть, и вообще там же на ногах грибок может быть. Слушайте, но если в 21 веке у вас возникает проблема вообще привести ноги в порядок, ну правда для меня это удивительно при том, что современные средства гигиены позволяют поддерживать свои ноги практически в идеальном состоянии. Это раз. Во-вторых, давайте говорить о том, что есть люди, у которых и на руках есть грибок, и чтобы не жить, они точно так же едят этими руками, делают бутерброды и все остальное. В-третьих, в виноградном соке кислая среда. И любой грибок она убивает, так что вот этого бояться точно не стоит. Более того, посмотрите, как вообще давят виноград ногами. То есть то, что делала я, это на самом деле детские лепетки на лужайке. Вообще я рекомендую посмотреть, есть такой документальный фильм, называется «Мандовина». Мы еще будем говорить как-нибудь об этом фильме, там много чего интересного. Немножко остановлюсь на одном моменте, значит, показывают большую, огромную дубовую бочку. Там такой мачо в трусах, давит виноград ногами, и виноград этот у него по самые трусы. Ну, не знаю, как вы после этого будете пить вино, в общем, на самом деле происходит так. Где же нужна чистота на начальном этапе? Она нужна на оборудовании. Например, если мы используем какие-то дробилки и прочее, прочее, вот там нам чистота очень нужна. Дело в том, что, смотрите, микроорганизмы, они же не глупые. Они живут там, где есть для них еда. И, например, у нас есть дробилка или там пресс тот же, да, вот он год стоял, мы ополоснули. В этот момент у нас более-менее там все чисто, потому что, да, вокруг нас летает миллионы, миллиарды микроорганизмов. Но они не будут жить вине, это не их родная среда. И вот, например, мы первую партию сделали и помыли плохо. Там осталось какие-то частички, шкурки, влага. И вот это как раз-таки рассадник тех вредных организмов, которые потом могут повредить наше вино. То есть вот чистота нам нужна именно на оборудовании, чтобы оно было, не надо там каких-то стерильностей, не надо это там супер чем-то обрабатывать. Оно должно быть хорошо промыто и высушено. Все, этого будет достаточно. Значит, это мы говорим о первоначальном этапе. Дальше мы используем определенные емкости. Понятно, что тоже они должны быть просто нормально вымыты. Например, вот те бутыли, в которых у нас вино бродит, осадок, вернее не осадок, а остается от пены. Ну, я сейчас на бутылке покажу, в верхней части остается от пены такой вот налет. Так вот этот налет, вот там живут те микроорганизмы, которые нам вредны. Соответственно, вот этот налет надо отмывать. Все, дальше, если, например, у вас стеклянные бутыли, они чистые. Там, если вы их помыли, они просохли, все, там особо микроорганизмы вот этим. Жить негде. И само по себе вино, там же тоже множество микроорганизмов, которые подавляют друг друга. И выживают те, кому там и нужно жить. Все остальное, это какие-то патологические процессы, если вот этот баланс микроорганизмов, он нарушается. Например, там мало спирта, есть воздух, и начинаются размножаться уксусные бактерии. В ином случае они там живут, но они там не размножаются. Села мушка дрозофила на ягодку, или даже у вас, допустим, так получилось, что вот у вас все бродила, шапка, прилетели мушки дрозофилы, сели там. Если остальное, потом все будет нормально, то уксусные бактерии, ну, им просто не дадут там размножиться. Поэтому обрабатывать стеклянную тару чем-то особенным смысла я не вижу. Что делала я? Всю стеклянную посуду я мою просто с содой. Как мыли наши бабушки и мамы банки под закатки. Вот точно так же я насыпаю соды. Несколько раз ополоснула, чтобы сода хорошо вымылась и потом просушила. Этого вполне достаточно. Никогда ничего у меня плохого не происходит. Ну, понимаем, да, в стекле там особо жить негде. Про оборудование вот в виде там прессов, дробилок мы с вами поговорили. То есть надо, чтобы там не было вот этих растительных остатков, надо, чтобы оно хорошо просохло. Тогда тоже там этих микроорганизмов не будет. Если там все влажно, если там чего-то вот остается, оно является рассадником неблагоприятных микробов. И при этом вы можете потом хоть сколько угодно стерилизовать в бутылке, но у вас уже там в вине есть вот эти патологические микроорганизмы. Еще, смотрите тоже, мы используем, да, изначально нестерильные материалы, нестерильные ягоды. Но вот встречала несколько раз такое мнение, что все это вот надо кипятить. Ни в коем случае этого делать нельзя, вы убиваете вообще все, что только возможно убить. В том числе и нужные ферменты и все остальное. Никто, виноватериал будущий, не кипятит, его ставят сырым. Если у нас возникает потребность термической обработки, то она проводится ни в коем случае не кипячением. Проводится либо это, я как-то рассказывала, окунание в кипяток. Либо же обработка пара, это поверхностная обработка и обрабатывается грубо говоря поверхность ягоды. Да, там убиваются ненужные нам микроорганизмы, там нейтрализуются ненужные нам ферменты окислительные, вот только таким образом. Но никак не глубокая термическая обработка. Глубокая термическая обработка и кипячением будущего виноватериала, сусла, ну вы просто убьете все на свете. И делать этого, ну это бесполезно и неправильно. Так делать не надо. Еще немножко отвечая на вопрос про термообработку, как же такое сусло забродит, забраживает великолепнейший, причем на своем опыте я в этом убедилась. Опять же смотрите, я например брала виноград, я руками окунала его в кипяток, после этого я ягодки снимала с грибней. Что у меня было на руках? У меня были на руках те же дрожжи, те же микроорганизмы, которые были на ягоде. Соответственно я их туда и перенесла. Вокруг нас тоже в воздухе, напомню, миллионы, миллиарды микроорганизмов тоже летают и они тоже туда попадают. Тем более, что если у нас есть какое-то помещение, где мы делаем вино, то там будет повышен фон дрожжей и других микроорганизмов, которые в этом самом вине живут. Значит, об этом поговорили, про посуду поговорили, то есть стеклянную посуду я мою просто содой, все, потом просушиваю, ничего больше не важно, это розлив бутылки, это большие бутыли для брожения, это большие бутыли для хранения. То есть, ну я считаю, нет никакого смысла чем-то их обрабатывать, ни спиртом, ни чем остальным. Потому что все равно вы переливаете, поймите, не в стерильных условиях, вот вокруг вас достаточно много чего летает. Стерильность вообще как делается, если бы мы действительно делали стерильным, все, и это имело бы смысл. То есть, мы бы стерилизовали, например, там прогревали стекло, потом бы по стерильному шлангу или винопроводу подавали из закрытой абсолютно емкости вино. Вот тогда бы оно проходило в стерильных условиях, и это имело бы смысл. Но стерилизовать одно и не стерилизовать другое, ну, лишняя трата времени. На мой взгляд, вы, конечно, вольны поступать, как считаете нужным. Но у нас есть еще такие, скажем, опасные штуки. Это переливные шланги. Ну, они могут быть различные. У меня это шланг от капельницы, я вам как-то показывала, я использую еще другой шланг. Вот это, вот это источник инфекции. Почему? Смотрите, мы вино, допустим, перелили, потом помыли. Что у нас здесь остается? Вам, может, плоховато видно, но я даже приближать не буду, нет смысла. Здесь остается влага. А раз остается влага, значит, там микроорганизмам очень хорошо жить. То есть, вот это помыть бывает сложновато. Что делаю я? Я, на самом деле, ну, тоже особо это не стерилизую. Кстати, вот сеточки, если какие-то есть. Вот сеточки, это тоже большой источник инфекции, потому что там все оседает и накапливается. Я мою просто водой, хорошей горячей водой и перед каждым использованием, то есть использовала, хорошенько промыла и повесила сушиться, чтобы максимально вода оттуда ушла. Потом перед использованием я еще раз промыла такой сильно горячей водой. Иногда, раз в некоторое время, я скручиваю, кладу в кастрюльку и заливаю кипяточком. Ну, чтобы оно немножечко там все-таки прочистилось, потому что вот здесь, вот это опасный источник инфекции. Ну и через некоторое время, особенно если переливается темная вина, повторюсь, не зависит от того, какого диаметра шланг. То есть вы можете использовать любые, смысл один и тот же. Через некоторое время лучше их, в принципе, менять, потому что внутри оседает налет, все это становится видным. Вот китайские, которые я показывала, шланг с грушей, там под грушей тоже кое-где видно, что появляются какие-то микроорганизмы, появляется такое черное. То есть я снимала, разбирала грушу, замачивала в воде с таким хорошим раствором соды, можно в перосульфите, например, замочить. Ну, в чем считается нужным? В каком-то таком более-менее дезинфицирующем растворе. То есть вот там, где у нас какие-то мелкие части, вот здесь надо быть внимательным. И еще одна вещь, которая действительно требует тщательной гигиены, это бочка. Не важно, какого размера. Я как-то рассказывала, что я использую маленькую бочку, потому что, к сожалению, пока что у меня нет погреба, у меня нет такого помещения, где я могла бы много чего хранить. Поэтому для квартиры у меня вот такая небольшая бочка. И, конечно, вот эта вещь, она тоже требует очень тщательного ухода. Если стекло у нас материал такой инертный, ну, либо, может быть, вы даже используете емкость из нержавеющей стали, там тоже проблем нет, то дерево материал пористый. Дерево накапливает влагу. Поэтому там для микроорганизмов рай. Мы слили одно вино, залили, например, следующее, там может что-то от предыдущего вина остаться. То есть надо хорошенько выполаскивать, надо эту бочку очищать. Но еще из древности, чем очищали бочки? Зажигали фитили серой. Я, конечно, так бочку свою не чищу. Ну, понимаем почему. Потому что я живу в квартире. И если я здесь это зажгу, то я не думаю, что мои близкие сильно порадуются и, может быть, даже скажут, что не поехало ли у меня немножечко. Вот. Поэтому что делаю я? Вот сюда я заливаю раствор пиросульфита. Дело в том, что, ну, тоже по определенным причинам у меня еще нет таких огромных, как мне бы хотелось, объемов. Некоторое время бывает, что бочка простаивает. Соответственно, я ее хорошо просушиваю. И, в принципе, после каждого использования я ее хорошо промываю и заливаю на некоторое время раствор пиросульфита. То есть вот здесь сера, она нужна, чтобы там все обеззаразить и убрать. Иначе, ну, если здесь все просто, мы помыли, высушили и все хорошо, то здесь так не сделаешь. Здесь ершиком не пройдешься, да. Даже если мы кипяточку туда зальем, не факт, что какая-нибудь микробина там не останется. Поэтому проще всего залить раствор пиросульфита, некоторое время подержать. Слить можно сразу заливать вино. Ну, будет остаточная сера, в принципе, ничего страшного. Можно сполоснуть это уже по желанию. Ну, подводя итог. Чистота, безусловно, нужна. Наша посуда, наши приспособления, они должны быть нормально чистыми, отмытыми от посторонних грязи, от посторонних примесей. Стерильность нужна далеко не во всем. Да, в некоторых случаях с шлангами какими-то в этом есть необходимости. В остальных лично я не вижу. Хотя вы можете думать по-другому, считать по-другому. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов и награды, мои контакты. До новых встреч!